В этом видео мы разберем небольшие диалоги из сериала Киралык Аш. Любовь на прокат. Попробуем найти интересные грамматические обороты и узнаем про тонкости перевода. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также вы можете помочь развитию канала, все ссылки в описании под этим видео. Смотрим фрагмент и потом разбираем диалоги. Сразу скажу, что в этом сериале все разговаривают очень быстро. Вы можете попробовать прослушивать фрагмент несколько раз или уменьшить скорость воспроизведения в настройках ютуба. Смотрим. Сначала прочитаем всю фразу, потом ее разберем. Ömer Bey, я защитила вашу почту ценой своей жизни. Ömer Bey, я использую именно такой формат. Bey это господин, но мне не нравится это слово. Все кто учит турецкий знают это обращение, поэтому, думаю, проблем нет. Ему пришли письма, поэтому постталар. Можем это перевести одним словом. Почта. Паха это стоимость, цена, ценность. Отсюда у нас пахалы дорогой или паасыз дешевый, то есть с ценностью или без ценности. Корумак, сохранять, защищать. Ömer Bey, я защитила вашу почту ценой своей жизни. Гювененизи боша чикармадым. Гювен боша чикармак, дословно, выводить доверие в пустоту. Но правильный перевод, не оправдывать доверие. Переводим это предложение так. Я не подвела вас, то есть я оправдала ваше доверие. Я неолурса олсун, эшлер арасында, бисайгол масылазым, джаным. Неолурса олсун, как бы то ни было, что бы ни случилось, эшлер арасында, между супругами, бисайгол масылазым, должно же быть какое-то уважение. Здесь слово бир, бир как раз переводится как какое-то. И джаным, джаным переводится как жизнь моя, но на самом деле это слово паразит, который ничего не значит. Но многие вставляют это слово где надо и не надо, не всегда к месту, иногда и к месту, больше для того, чтобы показать какую-то близость с собеседником. Например, говорят, тамам джаным, олур джаным, наслсын джаным и так далее. Я неолурс олсун, эшлер арасында, бисайгол масылазым, джаным. Как бы то ни было, между супругами должно же быть какое-то уважение джаным. И еще хочу обратить ваше внимание на слово эш. Эш переводится как равнозначный, для человека это переводится как супруг или супруга, в зависимости от пола. Когда вы говорите про свою половинку, используя эш, а не муж или жена, то это очень элегантно звучит. Еще несколько примеров со словом эш, когда мы используем его не для человека. Например, в грамматике у нас есть эш анламлы келемелер, равнозначные по смыслу, то есть синонимы. Или эш сесли келемелер, равнозначные по звучанию, то есть амонимы. Также мы можем сказать, букалемин эши бендедеварш. У меня есть такая же ручка. И это то же самое, что букалемин айнеси бендедеварш. И последнее предложение в нашем диалоге. Махремиет денен бишейварш. Должна же быть какая-то приватность или конфиденциальность. Хочу обратить ваше внимание на слово махремиет. Оно переводится как приватность, конфиденциальность, интимность, сокровенность. Это слово арабского происхождения и иногда полезно знать этимологию слова для понимания смысла слова. Если вы будете знать значение корня слова, то сможете додумать, понять другие слова с этим корнем. Корни арабских слов состоят из согласных букв, так как гласных букв в арабском языке нет, есть только гласные звуки. В слове махремиет наш корень состоит из трех букв хе-ре-ме. Значение у него запрещать. Отсюда слово харам, запретное. У мусульман это то, что запрещено есть, пить, делать и так далее. Есть у нас слово харем, переводится как на русский гарем. Эта часть во дворцах предназначена для женщин, то есть куда запрещено заходить мужчинам. Также гарем это вся женская половина дворца, то есть сокровенная половина. Есть у нас слово махрем, то что запретное, приватное, интимное. Например, у человека махрем ярлери это интимные места. На таком же примере давайте разберем корень кетэ-бэ. В турецке он трансформировался как кетэ-пэ, означает писать. Отсюда слово китаб, книга, что-то записанное. Слово катип, писарь, то есть тот кто пишет. Слово мектуб, письмо, то что написано. Слово мектэб, то же что и окул, школа, то есть там где учат писать. И слово китабият, библиография, то есть собрание сочинений, книг на какую-нибудь тему. Как вы видите, во всех этих словах один и тот же корень. Можно подробно разбирать в зависимости от каких трансформаций или приставок меняется значение слова, но это не тема нашего видео. Я просто хотел вам дать общее понимание по словам с арабскими корнями. Продолжаем дальше смотреть наш фрагмент. Дерья, не много говоришь об этом. nedir bir anlat ha buyurun postalarınız defne bakmak istedi ama ben izin vermedim dedim ki olmaz Ömer beydin alıp öyle bakman lazım sonuçta ben bir asistan olarak derya kat теперь разбираем Derya ne çok konuştun sabah sabah nedir bir anlat Derya ne çok konuştun Derya kagetim noga говоришь sabah sabah sotra poranşe nedir bir anlat Derya kagetim noga рассказывай. В таких предложениях частица ne переводится не как что а как слово как или какой например ne çabuk büydün как ты быстро вырос или ne güzel şarkı söğür yörg как красиво она поет или necim ribyadam какой жадный человек или necokal yosun как ты много плачешь идем дальше ha buyurun postalarınız а вот ваша почта defne bakmak istedi defne хотела посмотреть ama ben izin vermedim но я не разрешила не позволила dedim ki olmaz сказала нельзя ömer beydin alıp öyle bakman lazım ты должна получить разрешение от amir beya и посмотреть здесь нет слова разрешения но так как в предыдущем предложении оно было подразумеваем что оно здесь есть sonuçta в конце концов be asistanu lorak я как ассистент или помощник или секретарь и он говорит derya kat derya остановись на самом деле я так думаю по-турецки он хотел сказать derya kes что по-английски звучит как kat бывает так что в сленге используют английские слова можно еще сказать derya sus замолчи но это будет грубо если вы с кем-то спорите или что-то обсуждаете хотите чтоб человек замолчал то лучше сказать кес вместо сус смотрим дальше а Вστεbility, obediently нужды? Доброе утрохивает остальное выглядит. Встречалabe. Ие семья 올ем становится и моя жизнь. Немного основания осталась. Потому что ничегоあり photoshopляет. Немного нрав masters. Немного того що? И это заболеваю то на уваживании многих людей? Да метой. Я слушаю тебя. Но мать ото visualise... Что делать? Постоларь неарьюсу, не сокльюсу, постоларь почта, что ты ищешь, что скрываешь. Башнины бюс 누第二個 дело. Бешнины бюл ту Frau,berry, ό, когда что-то случается или происходит. Что-то происходит, и я не знаю об этом. Не знаю. Слово «чунки» в разговорном произносится как «чунки», а в слове «сюэлемьёсу» выпадает буква «ре». Потому что ты ничего не рассказываешь. Хорошо, я понимаю, что у тебя нет плохих намерений. Хорошо, но почему «дефне»? Дословно «у тебя нет плохих намерений». Ниет – это намерение, но по смыслу можно перевести как «ты это делаешь не специально». Почему ты все время на расстоянии? Узак далеко, и можем перевести как «быть на расстоянии». «неден сюрекли бещей вар». Дословно «почему постоянно что-то есть». Переводим с учетом контекста и получаем «все время у тебя есть какие-то причины». Смотрим дальше. «Сюрекли бещей вар». «Тамам я, сакин ол». «Сакин олаю?» «Оламıyorum. Nasıl олаю сакин?» «Дефне, kırıyorsun меня». «Биз birlikte бьёла çıktık, бьёк карал aldık. Ама сен инатла, инатла!» «Ингиз бьёла, инатла, инатла, инатла!» «Неден сушен, инатла, 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 инатла!» но в разговорной речи глаголы могут быть необязательно в конце предложения. Ты обижаешь, расстраиваешь меня. Это ломать, разбить или разломать, но в отношении людей это переводится как обижать или расстраивать. Упорно настаиваешь на том, чтобы идти в одиночку. И надеть мне это упорствовать, упрямиться, а исрарить мне это настаивать. Не ден, почему? Смотрим дальше. Как будто мне нравится от тебя что-то скрывать. Байлмак это синоним слову нравится, быть в захвате. Единственный нюанс, слова с этим глаголом используются в направительном падеже. Например, бен сана байлёрум, ты мне нравишься. Поэтому в нашем предложении к слову «саклама» добавился аффикс направительного падежа и получилось «саклама». Переходим к самому интересному предложению во всем фрагменте. Пишите в комментариях свой вариант перевода. Я бен сана ащик олмаданунде, бильди ин Аллахин дюмдюс одун гиби бир кизидым, кесен я лансю или эмездым. Сначала дословно. До того, как я влюбилась в тебя, я была плоской или прямой деревяшкой, или дровами, деревом, дочерью Бога, которую ты знал, которая не могла солгать, даже если ты ее будешь пилить. Теперь попробуем перевести более понятно. Я перевел так. До того, как я влюбилась в тебя, я была простой девушкой и ничего не боялась. Заставишь – не совру. Здесь дюмдюс одун имеется в виду «дерево без сучков», то есть простая, правильная, без хитрости, без каких-либо извилин, ухищрений. И честная, даже если будешь пилить дерево, ему ничего не будет. Не будет ни больно, ни страшно, и ничего не повлияет на мнение и на поведение. Продолжим. Шимды ама коркёрум. Коркёрум, тамам мы? Но сейчас мне страшно, мне страшно, понимаешь? Аш демекки коркуюда эндишейде бераберинде гетирьёмуш. Аш демекки, значит, любовь, коркуюда и страх, эндишейде и тревогу бераберинде гетирьёмуш. Приносит с собой. Значит, любовь приносит с собой и страх, и тревогу. Смотрим дальше. Аш демекки. Аш демекки. Нет, ну я не понимаю, почему ты боишься? Хайр, букадар му гювенде хисет мёсун кендени. То есть, ты настолько не чувствуешь себя в безопасности. Кендени гювенде хисет мёк, это чувствовать себя в безопасности. Анна я массын я, анна мёрсун. Ты не поймёшь, ты не понимаешь. Бен сана, хичби шекилде, бидакика диндер мисин, я анна мёрсун, чунку. Мюнтку можешь паслушит, потому что ты не понимаешь. Здесь всё просто, поэтому смотрим дальше. Демекки. 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 Чунки бээн г Onwaday. Чунки бэн хПп Продайм Потому что я всегда здесь, всегда рядом, всегда люблю тебя. Герчик тэнь ми? А герчик тэнь боэ лэ ми тўчо нёсун? Серьёзно? Ты серьёзно так думаешь? Сюреклі бisce аљрГизле іп Пашаљн legislative deposits. Начинаем переводить с конца сэнсин. Сюреклі бис еще аљрГизле іп Кто постоянно что-то скрывает. Достовно, которое ставит расстояние между нами или не подпускает близко. Дистанцируется, то есть отдаляется от меня. Ты та, которая постоянно что-то скрывает, не подпускает близко и дистанцируется от меня. И ты так думаешь, и ты считаешь, что я виноват в этом. Смотрим дальше. О димдик дурушуме дувары аромызе сен орёй олабилирмисин. О димдик дурушуме дувары аромызе сен орёй олабилирмисин. Строишь стену между нами. Дувары эрмек выстраивать, выкладывать стену. О димдик дурушуме дувары аромызе сен орёй олабилирмисинаджаба. А может быть, это ты своей неприступной позицией строишь стену между нами. Не пробовал таким образом подумать. Ты всегда прав, всегда прав и всегда, но всегда находишься в нужном месте. К примеру, у меня даже нет шанса совершать ошибку, находясь рядом с тобой. А ведь я человек. Человек понимаешь? У меня есть недостатки. У меня есть страхи. У меня есть опасения. Я не идеально и не смогу быть такой. Кусур – это недостаток, ошибка, дефект. И кусурсус – это без недостатков, то есть идеальный. У меня есть недостатки, страхи, опасения. Я не идеально и не смогу быть такой. Но если ты действительно собираешься осудить меня за это, хорошо, это твой выбор. Ярголомак – осуждать, выносить приговор. Мы подошли к концу. Честно говоря, я не смотрел ни одной серии этого сериала и совсем не знаю, что происходит между героями в этом сериале. Если вы знаете, напишите кратко в комментариях под видео. Думаю, вам должно понравиться это видео. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok